Вы вспомнили о Хамасе, Сергей. Вот подстава Путина, кроме Нарышкина, также и от Соловьева Владимира, но от его дочери. Мы помним историю с его сыновьями в Лондоне, которые там гуляли и тоже не очень традиционно выглядели. И вот сейчас его дочь, после того, как в России приняли этот закон, что ЛГБТ-сообщество это экстремистская организация, она написала пост в инстаграме и написала. Я обожаю театр абсурда, но это уже глупый анекдот. Не существующие безобидные организации признаем экстремистскими. А Хамас, устраиваемые приемы в Кремле, даже Орвала уже бы тошнило от этого перенасыщения. Но вот мы видим, что здесь, как вы считаете, Соловьев может как-то поплатиться, потому что он главный пропагандист. Он всегда говорит о скрепах, о традициях, а здесь и сыновья, а теперь вот и дочь. Увы, нет, Соловьев не за все не поплатится, потому что в Российской Федерации не совмещают слова и действия. То есть люди, даже которые смотрят Соловьева, они совершенно не понимают, что у него там сын в гей-сообществе в Лондоне, является манекеном и делает какие-то фотосессии абсолютно такие для гей-сообщества и провокативные. А папа его при этом рассказывает про какие-то семейные ценности. Точно так же, как вот только что я вам рассказал, как Путин на самом деле ведет абсолютно распутный образ жизни, абсолютно аморальный образ жизни, абсолютно внесемейный образ жизни. И тем не менее, значит, обращается к Российской Федерации, к российскому народу, к своему избирателям, своим подданным, с тем, чтобы заставить их как раз вести семейный образ жизни. Есть такое понятие когнитивный диссонанс. Это когда вы разделяете понимание однопорядковых вещей, которые не воспринимаете вы одинаково. То есть, казалось бы, вот если вы возьмете дочь Соловьева и то, что говорит ее папа, или Путин, то, что он говорит и то, что он делает, это должно было находиться в прямом противоречии. Все люди, которые это слушают, должны были реагировать так, как мы с вами, нормально совершенно, Игорь, в том смысле, что их слова не соответствуют их деяниям, их действию. В Российской Федерации большинство народа не совмещает эти две картинки, абсолютно не совмещает. Это вот я с вами давно уже рассказывал, неоднократно уже мы на этом останавливались. Путин в 54 года выходит на площадь на воскресенье в 2006 году, подходит к незнакомому мальчику, задирает ему мальчику и целует ему животик. Вот если это не Путин и не Российская Федерация, и даже в Российской Федерации, но не Путин, который совершит такое действие, то этого человека убьют на месте или, по крайней мере, доставят сразу в ближайший полицейский участок и его будут судить за педофилию. А вот Путина, с Путиным, почему-то его избиратели говорят, ну, что здесь такого? Ну, мало ли, ну, подошел, поцеловал пупок маленького мальчика, которого он не знает. Ну, что здесь такого? Очень умиляются, например, говорят наоборот. Смотрите, какая замечательная картинка. У них есть когнитивный диссонанс. Они не разделяют вещи однопорядковые в зависимости от того, кто их делает. То есть, если их делают власть поддержащие, если их делает Путин, если их делает Нарышкин, если их делает Патрушев, если их делают российские олигархи, если их делают какие-то российские, так сказать, знаковые фигуры, то это считается нормально, что они и делали. А вот если проголошается, что, значит, гей-сообщество теперь считается, кстати, вне закона, то вот вдруг возникает, что они какие-то нехорошие, какие-то все такие извращенцы. Вот. Я вам должен сказать, что, кстати, принятие этого закона в Российской Федерации это гораздо более жесткая мера, чем существовало в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе, вот говорили, что там преследовался гомосексуализм. В Советском Союзе не преследовался гомосексуализм. В Советском Союзе преследовались половые отношения мужчины и женщины. То есть была статья в Уголовном кодексе 121, значит, которая называлась очень некрасивым русским словом мужеложство, то есть вступление в половую связь двух мужчин. Но гомосексуализм в Уголовном кодексе Советского Союза не преследовался. И, кстати, лесбиянство, даже, так сказать, сексуальный акт двух женщин вообще не преследовался Уголовным кодексом. Вот. Это вот такая была практика в Советском Союзе. А теперь в Российской Федерации законодательство гораздо более жесткое, потому что абсолютно все гей-сообщества и даже сообщества ЛГБТ, потому что ЛГБТ – это не только геи, это еще и лесбиянки, это еще и трансгендеры там и так далее. Они всех их признают почему-то экстремистами. И это удивительная вещь, но на самом деле это удивительная вещь вот в каком смысле. Это говорит о том, что Российская Федерация, в том виде, в котором она существует сейчас при Путине, проходит свою заключительную стадию перед полным уничтожением и распадом. Потому что обычно, когда какие-то общественные системы распадаются, уничтожаются, умирают, они начинают принимать какие-то сверхрадикальные законы. И, естественно, это никого не спасет, потому что, как вы сами понимаете, никаким декретом Путина, никакой проповедью Путина не заставить людей рожать по семь детей. Для этого должны быть нормальные материальные условия, для этого должна быть нормальная страна, в которой все нормально, в которой люди себя чувствуют уверенно, в которой люди уверенно смотрят в будущее. Тогда они занимаются любовью и тогда они рожают детей. Если люди не уверены в своей жизни, они детей рожать не будут. И заставить их рожать можно, конечно. Дальше они могут пойти еще дальше. Дальше они могут принудительно собирать сперму у всех мужчин и подростков и принудительно оплодотворять всех женщин. То есть мы понимаем, что это вообще суперэкстремальная ситуация. Но ничего обычного, ничего близкого с нормальной стороной такая ситуация иметь не может. Продолжение следует...